Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Они определяют дальнейший вектор развития страны на ближайшие десятилетия. Правящая партия «Грузинская мечта», проводящая прагматичную политику, объявила приоритетом процесс европейской интеграции и параллельно заинтересованность в сохранении нормальных отношений и развитии экономического сотрудничества с Россией. Тбилиси охватили протесты, организованные коалиции оппозиционных сил, которые выступают за более радикальный подход в отношениях с Россией. Здесь становится очевидным, что Европейский Союз накануне выборов оказывает беспрецедентное давление на власти Грузии и пытается повлиять на исход выборов. «Грузинская оппозиция на самом деле не является оппозицией, а действует как пятая колонна, контролируемая и за границей, в основном с Запада, и хочет организовать насильственную смену власти в стране. Они не могут ни провести предвыборную кампанию, ни посещать регионы. Их цель – вовлечь Грузию и Южный Кавказ в Российско-Украинскую войну и народ. Это хорошо понимает». Давление Запада на Грузию началось ещё 28 мая 2024 года до окончательного принятия закона об иноагентах в Грузии. Такое решение власти Грузии вызвало недовольство на Западе. В начале июля ЕС заморозил поддержку Грузию на сумму в 30 миллионов евро. Сославшись на то, что закон отдаляет Грузию от европейской интеграции, а гость-секретарь США Энтони Блинкен предупредил о пересмотре сотрудничества США и Грузии. Очередная волна давления началась 17 сентября, когда парламент Грузии принял закон, запрещающий в стране пропаганду ЛГБТ. «Я уверена, что демократическая партия Грузии «Грузинская мечта» победит благодаря поддержке большинства избирателей. Правящая партия продолжит демократическое развитие страны. Партия «Грузинская мечта» является гарантом мира в стране. Для участия на предстоящих выборах зарегистрировано 27 партий, включая правящую грузинскую мечту. Для попадания в парламент партиям потребуется набрать не менее 5% голосов избирателей. Основным конкурентом «Грузинской мечты» считается партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», занимающая проевропейский курс.